И были прокляты недобрые люди. Всех ухажеров отсушила, а бабы не могли ее красоту простить, завидовали. Но если у кого в доме беда, все сразу Анастасию вспоминали, знали, что не откажет в помощи. А она и впрямь настоящие чудеса творила. Я по себе скажу, мне врачи заявили, что никогда мне детей не заиметь, если операцию не сделаю. Но в Москву специальную клинику попасть я и не мечтала. Узнала Таська о моем горе, ушла в лес на сутки, вернулась с какой-то травкой, велела мне заваривать вместе с чаем. Прошло всего два месяца, и я забеременела, вот радость-то была. А начались беды у Таськи с нашего механика. Он пришел к ней на будущее погадать. Ана, возьми да скажи, бросай курить или ноги тебе отпилят. А тот здоровяк посмеялся только. Но прошло время, за ним мог, стала левая нога отказывать. Уехал к специалистам в райцентр, а вернулся уже на протезе. И словно подменили человека. Пить начал так, что никому из наших не снилось. Она пьется, кричит на всю деревню. «Эта ведьма меня сглазила, это ее рук дело». Тут еще бабки пороху подсыпали. Настоящей ведьме это расплюнуть. А Таська колдунья наследственная. У нее и мать, и бабка ворожбой занимались. Стал народ Анастасию стороной обходить. Выйдет она на улицу. Все бабы детей в дом закликают. Черного глаза выходит бояться. Пацаны на взрослых насмотрелись. И туда же давай каменье Таське в окна швырять. Потом кто-то пса ее отравил. А однажды захожу к ней. Смотрю, она вся белая сидит. Я испугалась. «Ты что, да что с тобой?» А она тихо отвечает. «Беду чую, и не обойти мне ее». Еще месяц прошел. На Иванов день Таська нарядилась и прошлась по деревне. У каждого дома постояла и поклонилась, словно попрощалась со всеми. А ночью какая-то сволочь подпалила ее дом. Я сама туда прибежала, когда крыша уже завалилась. Страшное дело. Пацаны Таськины и старший, и младший погибли. До костей обгорели. А саму Анастасию успели вытащить. И вот ведь странное дело. Сама бессознание, платье на ней в уголь, а на теле ни одного ожога. Врачи потом сказали, что угорела она, отравилась дымом. И могла бы выбраться, но все пыталась детей спасти. Я дом на мужа бросила. Повезла Таську в районную больницу. Четыре часа нас в кузове трясло. Она только стонала, но в себя так и не пришла. В больнице ее сразу в реанимационную палату определили. А я осталась около нее дежурить. В палате еще две женщины лежали. Одна с радикулитом, другая после операции. Четвертая койка была свободной. На ней я и задремала. А потом словно толкнули меня. Очнулась. Смотрю, у Таськиной кровати кто-то маленький стоит. Пригляделась. Да это Сашка, Таськин младшенький. Тут до меня доходит. Он же в доме сгорел. А Сашка Тасью за руку держит и шепчет. Мама, нам страшно. Пойдем с нами. А та отвечает. Я уже скоро. Погодите чуть-чуть. Тут у меня дымка какая-то перед глазами поплыла. И поняла я, что это сон. Сразу успокоилась. И слышу Тасьин голос. А ты, Вера, из деревни уезжай. Не будет тебе там счастья. А когда совсем проснулась, Тася уже на каталку перекладывали. Умерла она. Я целый час ходила вокруг больницы и ревела. А потом вернулась в палату за вещами. И слышу, как радикулитчица рассказывает соседке. Сон мне приснился. Будто к покойнице молец приходил и звал с собой. Тут я опять в рев ударилась. Испугалась. Как это нам один и тот же сон приснился. В деревню вернулась, а там еще беда. У механика нашего изба сгорела. Я подумала, Бог его за Таську наказал. Но бабы шептались. Будто Анастасия сбежала из больницы, чтобы отомстить Ироду, погубившему ее детей. Некоторые даже утверждали, что видели ее возле полыхавшего дома с факелом в руке. Я пыталась говорить, что это чушь. Что Анастасия умерла, таки не приходя в сознание. Но на меня все стали злобно огрызаться. И еще я услышала за спиной, как кто-то сказал. Это ведьмина подружка. Надо и ей петуха подпустить. Я рассказала мужу про все это. Про странный сон, где Анастасия советовала мне уезжать из деревни. И мы решили в самом деле уехать. Меня родители давно к себе звали. Уже пять лет, как погибла Таська, и я живу на новом месте. И если честно, не жалею, что переехала. Люди тут получше. Да и из старой деревни доходят странные вести. Каждый год на Иванов день сгорает один дом. Напасть? Случайность? Но местные жители уверены, что это моя подружка-ведьма наложила на них проклятие. Не делай так больше. Наверное, все, кто интересуется мистикой, собирает и анализирует истории из различных источников, уже составили себе представление о некой закономерности при появлении тех или иных явлений, как то внешний вид домового духа или метод борьбы с ведьмой. Всем известно, чтобы ведьма не зашла в ваш дом, надо воткнуть булавку или нож в косяк двери и тому подобное. О применении такого метода мне рассказал историю мой близкий друг. Дальше от первого лица. Соседи наши по этажу переехали полгода назад. Вместо них поселилась одинокая женщина. На внешний вид лет 50-55. Абсолютно ничем не примечательная тетечка. Вежливая, довольно приятная. Живет одна. С моей женой сдружилась, так сказать, по-соседски. В последние пару месяцев, раз или два в неделю заходит к нам, поболтать чаю попить с моей. Причем сладости к чаю сама приносит. Вроде никого не напрягает. Но в последнее время жена стала жаловаться, что у нее самочувствие ухудшается после соседкиных визитов. Тут болит, там болит. Жена у меня медик. За здоровьем своим и моим тоже следит. Но я ей ляпни. Она энергетический вампир. К тебе присосалась. Посмеялись и забыли. Три дня назад к нам приехала моя мать. Она в Рязанской области в селе постоянно живет. Видно, они вдвоем эту тему перетерли и пришли к какому-то выводу. И вот прихожу вчера с работы. Поужинал, сижу, краем глаза телек смотрю. Мать рядом в кресле сидит. Звонок в дверь. Соседка пришла. Ее жена за стол в комнате усадила, а сама на кухню пошла. Приходит с кухни с вазочкой яблоки ножиком. Ни чашек, ни печенья не приносит. Положила все это на стол. Сама садится напротив соседки и предлагает, пока чайник кипит яблочек пожевать. А сама в это время быстренько режет яблоко на дольки. А нож острем к соседке рядом с собой кладет. Потом и чай принесла на стол поставила. Всех пригласила, но мы с матерью отказались. А соседка как-то быстро чашку отставила и распрощаться хочет. Мотивируя скоротечность беседы, присутствие моей матери и еще кучей всяких дел. Жена ей подакивает. Мол, да, да, до свидания. Но соседка все сидит и не встает из-за стола. Уже пять раз распрощались. Она все не встает и не уходит. В итоге, пока моя женой рукой что-то над столом махала, соседка, перегнувшись через стол, ее за руку ловит. Кладет ее руку на нож. Ее же рукой отворачивает лезвие от себя со словами. Не делай так больше. Это было сказано так громко и зло, что я аж скачил. Думал, что она на жену накинется. Но соседка быстро рванула к двери и выскочила вон. Оказывается, это и мать моя сказала, как ножом соседку проверить. И, представь, оказалась права. Она не могла с места уйти, пока нож от нее не отвернули. Больше к нам не ходит, хотя по-прежнему вежливо здороваемся. Вот никогда бы не подумал, что такое может быть. Ведьма из Полесья Прошу серьезно и с пониманием отнестись к изложенной мной истории, ибо она произошла на самом деле, и я по сей день с одраганием вспоминаю жуткую старуху-ведьму. Случилось так, что в 2005 году нашей семье довелось снимать частный дом в старом районе города Житомира, именуемого в простонародье малеванкой. Соседкой через огород была старая бабуля лет семидесяти с недобрым взглядом и пользовавшаяся дурной славой полеской ведьмы. Однако мы сначала ничего о ней не знали и имели глупость ее разозлить, прогнать ее козу, которая полезла пастись на наш участок. Старуха, увидев, что в ее любимое животное запустили камнем, прибежала к нам, причитала и проклинала, а после, разорвав какой-то пучок сушеной травы, извлеченной из кармана старого передника и кинув нам его под ноги, поковыляла во своясье. Буквально на следующий день у меня стала сильно болеть спина от шеи до копчика. Визит к врачу и мазь, прописанная им, не принесли облегчения. Спина болела, не переставая, и на следующий день и через неделю. Отчаявшись, я поехал близлежащую деревню Левков к целительнице по имени Ольга. Добрая женщина откачивала меня сырым яйцом и молитвами и пояснила, что старуха меня прокляла и каким-то образом сделала мой пиджак источником боли в спине. Совет, данный мне напоследок, был необычен и нелогичен, однако я воспользовался им. Приехав домой, я вынес свой пиджак на улицу, расстелил его на траве и стал бить по нему палкой. Минут через двадцать прибежала соседка ведьма с перекошенным лицом и стала требовать, чтобы я перестал бить пиджак, аргументируя это тем, что у нее сильно начало ломить поясницу. Однако, я был непреклонен и продолжал свои странные действия. Постепенно, злодейка перестала кричать, а начала говорить вполне спокойно и дружелюбно, однако сквозь зубы, наверное, от боли. Она пообещала нас больше не трогать, а я в конце концов оставил избитый пиджак в покое. При первой возможности, а она выпала через месяц, мы съехали со съемного дома на квартиру, однако старую ведьму я буду еще долго помнить и не завидую ее нынешним соседям. Редактор субтитров А.Семкин